Наталья Доренская стала почтальоном 42 года назад. И по сей день ее жизнь неразрывно связана с почтой. Можно сказать, что работу Наталью Владимировну нашла сама. В отделении связи ее пригласили. Так случайность стала делом всей жизни. Сейчас уже не может расстаться с почтовым отделением. Приходила на эту почту, получать посылки мне высылала мама, потому что я сама с Донбасса, с Луганской области. И пришла. Это было в 80-м году. Мне было 27 лет. 23 сентября. И вот до сих пор осталось. Самые тяжелые годы, это была перестройка, когда заводы закрывались, но почта работала стабильно. Евгений Доренский знаком с профессией почтальона с самого раннего детства. В свободное время помогал маме. Чтобы в детский сад не ходить или летом на каникулах по участку с мамой. Весело было, интересно. Закончив училище, мужчина работал на обувной фабрике. Через время после сокращения на производстве в поисках работы Евгений пришел на почту. Уже 16 лет так работаю. Работа нравится. Пришел временно, а получилось, что уже постоянно и больше без почты не мыслю с жизнью. И эта работа востребована. Интерес к печатной продукции не падает. На адресах почтальонов действительно ждут. Сотрудники клиентов почты знают по именам. На участке их встречают и провожают как родных. Слушаю. Здравствуйте, Наталья Павловна. Почта, откройте. Почтальона нашего дома знаю давно, сколько здесь проживают. Очень тактичный, культурный, воспитанный. Поговорит всегда. Доставляет почту вовремя. Работа почтальона многогранна. Общение с клиентами, доставка корреспонденции, газеты, журналов, проведение подписки, прием платежей. А самую большую часть рабочего времени они проводят в пути. Если сложить километры, пройденные мамой и сыном, окажется, что вместе они три раза обогнули земной шар. Я когда иду домой с работы, у нас соседи гуляют. И говорят, выходи погулять. Я говорю, я уже нагулялась с 8 утра. Почта сыграла важную роль и в личной судьбе Евгения. Здесь он встретил свою будущую супругу Эльмиру. Удивительным образом, ровно 13 лет назад они создали семью в профессиональный праздник – День Российской Почты. Познакомились с мужем именно в этот день. Решили, что мы не можем жить друг без друга. Вот и живем уже 13 лет, работая все вместе в этом отделении. Преданность работе в семье Дарьянских объясняют большой любовью к профессии и особой значимостью почты для жителей города и страны в целом. К слову, по плотности подписки в 2020 году наш город занял лидирующую позицию. Юлия Терещенко, Антон Латышев. События дня. Юлия Терещенко, Антон Латышев. События дня.